Всем привет! Меня зовут Фанья Сахарова и сегодня мы с вами решим вот такую вот задачку. Здесь нам понадобится минимум краски, минимум цвета. Это очень удобно, потому что многие боятся замесов, не знают как делать замесы, боятся цвета. Вот если вы боитесь цвета, то эта задача и вот эта задача и подобная она для вас. Потом нам вот здесь вот понадобятся только белые, красные, синие, голубые. Там может быть что-то кое-где подмешается, но вот прям совсем чуть-чуть. Работа в цвете такая минимальная. И здесь самое интересное, что здесь тоже работа в тоне присутствует. Вам все это тонально нужно будет разбить, чтобы одно отличалось от другого, чтобы даже хоть чуть-чуть, но тонально. Такие разные места картины отличались друг от друга. Тоже плюс этой картинки. Вот и также такого фотоматериала очень-очень много в интернете. Я люблю сайт пинтерест. Вы наверное его прекрасно знаете все. Там, если вы нашли какую-то одну картинку, там в подобных можно найти множество таких же картинок. И там вот такие закатные, туманные, еле тонально различимые картинки подобного плана. Их там очень много. Мы сегодня с вами решим эту задачу, скопируем художника, а в последующих задачах мы с вами можем точно такой же повторить с фотоматериала. У меня стандартный холст. Это такой типичный мой любимый размер 50 на 70. Палитра в виде маленького холстика. Краски все те же самые, как и обычно. Давайте их перечислим. Белила титановые. Английская красная, хотя она не понадобится практически. Охра желтая, она тоже не понадобится. Кадмий желтый светлый, совсем чуть-чуть понадобится. Либо охра, либо желтая. Ну как бы нам чуть-чуть желтинки нужно будет, но вот прямо совсем капельку. Марс коричневый, темный, прозрачный, как всегда, основной цвет. Кроплак розовый, прочный. Голубая ФЦ. Изумрудная нам вообще здесь не понадобится, но она у меня выдавлена с прошлой работы. Можно чуть-чуть черный и, естественно, ультрамарин. Вот у нас. Ну можно чуть-чуть выдавить королевскую голубу, если у вас есть. Это то же самое, что разбил ультрамарина. Ну практически то же самое. Ну там есть такие деликатные отличия, но если нет, то и не страшно. Работаем на разбавителе. Нам понадобится большая кисточка. Она у меня грязная с предыдущей работы. Мне нужно будет сегодня помыть все кисти, потому что уже нечем работать. Но, допустим, если у вас нет времени или нет желания мыть кисточки после каждого сеанса, после каждой работы, то можете их хранить в баночке с водой. Кто-то хранит в баночке с маслом. Тоже, в принципе, можно. Но вот если ненадолго, то можно их так оставлять. Ну вот некогда вам их мыть, а если вы их не помоете, то они у вас засохнут моментально. То можно вот спастись подобным образом. Вот. Но долго не хранить, потому что портится. А такие маленькие деликатные кисточки, либо маленькие, либо деликатные, либо вот такие аккуратные, чтобы они не пушились, нужно мыть после каждого сеанса. Вот. Хотите или нет. Но делать это нужно, иначе они у вас после каждой работы будут портиться. Ну, с деликатными кисточками. С большими можете, в принципе, и так не морочиться. Итак, у меня кисточка грязная после вчерашнего сеанса. Я беру... Я, кстати, стаканчик еще до сих пор не заменила. Я беру разбавитель, макаю. И вот это вот вещество убираю в палитру. Убираю, немножко вытираю, снова макаю, снова вытираю, и вот весь этот зеленый пигмент, он у меня уходит. Ну, не весь и не мгновенно, но он, в принципе, уходит. Вот таким образом вы только можете помыть кисть в разбавителе. Потом подтереть палитру, естественно. Это вот так можно поступать в перерывах между работой. А так вот просто, как в акварели, макнуть кисточку, поболтать там. Так мы не делаем. Потому что разбавитель, это тоже часть живописи, и нам нужно сохранять его чистым. Вот, можете поступить так. А можете взять новую кисточку, чтобы не мучиться. Итак, мы берем чистую кисточку, потому что там нам не нужно, чтобы никакие не зеленые не вмешивались, не желтые, не оранжевые. Работа должна быть пределикатной. Итак, макаю в разбавитель. Беру белила. И мы начнем с вами с набора... С набора, набора... Такого самого тусклого, самого среднего. Можно взять либо королевскую голубую, либо разбил ультрамарина. Сильно не разжижая. Чисто вот для того, чтобы руке было деликат... Ну, удобно работать. Потому что иногда бывают очень ляски и белила, что с ними вообще невозможно работать. Мы... И делаем замес такой густой сметаны. Чтобы было понятно, что у нас по веществу. Тщательно перемешиваем. И вот так штрихом тонируем холд. У меня кисточка в руке. Я ее держу как цветочек. Как будто я ее собираюсь вручить. Не так, как будто мы пишем. Потому что, когда мы держим кисть так, у нас у руки нет жеста. И мы не выкрашиваем холст подобным образом, как забор красим. А мы держим кисточку вот так и штрихуем. У нас кисть руки вот так постоянно двигается. Снова белила. Снова разбавитель. И снова ультрамарин. Прям совсем чуть-чуть, чтобы было бледно. Нам нужно избавиться от белого холста. И работая довольно плотно, без всяких просветов. Здесь нам они не нужны. И так. И так. И так. Вот, добираю краски, цветики, добираю белила, добираю разбавитель, чтобы кисти руки было удобно набирать краску, потому что если слишком вязкая, то она не дает руке двигаться, зачем такие мучения. Ну, белила у всех по густоте разные, кому какие попались, иногда бывают очень жидкие, иногда бывают очень густые. Если очень жидкие, то и разбавлять не нужно, потому что никаких проблем нет. Ну и вот такая довольно простая задача. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверху можно уже к этому же замесить. Замесу, вот у меня тут остатки белил, я выдавлю красочки, потому что без красок писать вообще нереально. Белила. И в этот же замес, просто чуть-чуть отступив на палитре, можно замешать чуть-чуть розовинки. Или даже лучше взять для этой задачи некроплак розовый, прочный, а кармин красный светлый, это такая алая красочка, вот он у меня находится. И вот эту краснинку-разовинку уже замешать, уже замешать и добавить первый иной цвет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тоже так довольно простым замесом и просто вот добавить цветиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше можно этой же кистью, наверное, мы сначала используем ресурс большой кисти, потом будем переходить к мелким. или нет? Нет, возьмем поменьше, поменьше кисточку среднего размера. Примерно вот такую. И мне нужен ультрамарин. И давайте будем исходить от середин. чуть выше, чуть выше середины, прям совсем чуть-чуть, линия горизонта. Вот, мы ее добавим. Вот прям полностью вот так отделим. И еще одна линия такой заводи. Заводи, заводи. И потихонечку штрихуем ультрамарин с голубой ФЦ, потому что там не просто чистый ультрамарин, там ультрамарин и голубая ФЦ. Мы начинаем пятнами. Мы рисуем не линейно, обводя все, а пятнами. Потому что это всегда очень удобно. В любой момент можно исправить положение. Вот, и когда ты пишешь от пятн, тебе легче становится. Потому что новичку линейным рисунком собрать тяжело композицию. И вот мы точно видим, что здесь огромное синие такое прям пятно. Мы его смело штрихуем, вот этот светленький цвет, перемалывая на темноту. Аккуратно подходя к краю реки. Лучше сделать меньше, потому что увеличить всегда легче, чем исправлять. Но исправить тоже очень легко. Взяли кисточку с фоном, подъели, подстерли и все, все исчезло. Вообще здесь с рисунком совершенно не страшно не справиться. Надо еще умудриться не справиться с ним. Вот отражение здесь. Наштриховано все. Ну и смотрим на соотношение. Какое расстояние между ними. Здесь, допустим, мелкое расстояние. Здесь побольше. Здесь еще меньше. И вот так вот добавляем рисуночек. Тут ступенечки. И уходит все туда. Вот так вот. Итак, я возьму королевскую голубую. С белилами и мне нужно будет наштриховать здесь темноту, темноту, туманность. Вот здесь наоборот с голубинкой. Все эти дальние планы. Здесь есть намек на гору. И вот здесь тоже от пятна. И в сторону, потихонечку, перемалывая эту розовую краску, нужно наштриховать эту гору. Рядом с ней такое ультрамариновое облако. И вот оно исчезает. Нужно взять больше белил, довольно густо. И вот здесь.